Всем привет! Совсем недавно появился список первых команд-участниц плей-оффа 13-го сезона Pro-серии из СНГ, состоящей из таких немаловознительных коллективов, как Revival, SVB, Chapa и ProDota. И сегодня мы берем интервью у капитана команды Revival Владимира WhitePipa-Udavichenko. Привет, Руф! Скажи нам, как твое настроение, как твои дела и как дела у твоей команды? Да, дела у меня отлично. У команды так себе, так у нас сейчас сессия началась. У двоих игроков у меня еще одного саппорта, поэтому бывают свои проблемы с тренировками и официальными играми. Приходит собрать стендинов много раз. Ну давай тогда небольшую автобиографию. Расскажи немного о себе тем зрителям, которые слышат у тебя впервые. Зовут меня Вова, ник WhitePipa. Играю сейчас в организацию Revival Gaming. Собрал команду где-то полтора месяца назад под названием Florida с такими игроками, как Валя Кихакон. Потом к нам присоединился Апати, ну и еще позже Капитан Лав. До этого играл в таких популярных стаков с PSM, Артесом, делал Submarine. И до этого еще играл в Team Chapa. Вот в принципе и все из таких нормальных более-менее команд, которые известны в СНГ. А ты сейчас где-то учишься или работаешь, возможно? Да, сейчас учусь на третьем курсе на юриста. А работа это и есть дота для меня. Ну а как у тебя обстоят дела на личном фронте? Встречаюсь с девушкой. Возможно будет даже что-то посерьезнее, чем просто встречание. Но это все так пока что. Только мечты. Посмотрим. Переходя к вопросу самого доти, расскажи нам, как вы с командой попали в профсерию? Сыграли квалификацию групповую какую-то. Неделю мы играли. Каждый день были группы. Вот на протяжении недели мы играли, играли, выиграли. Ни одной игры там не проиграли. Вот попали в профсерию. А вот как вы оцениваете свои шансы в этом сезоне? В этой профсерии, думаю, мы уже занять топ-1. А то уже, на самом деле, надоело сидеть в этой профсерии столько много сезонов подряд. Мне и всем остальным ребятам. Так что, думаю, в этом сезоне у нас будут все шансы занять первое место. Получается, вы уже готовы вылетать в Минск? Да-да, уже все настроены. Сумки собраны. Ну и как ты думаешь, какая из всех команд в этом сезоне может помешать вам поехать в Минск? Наверное, это все-таки сибирские валенки. Блэки под руководством Фервиана. Сильная достаточно команда. Уже долго играют вместе. Капитан у них сильный. Да, и личный скилл у каждого из игроков тоже на высоте. Поэтому с ними будет трудно бороться. Еще есть такая команда, как Найткор. За них там вроде в последнее время, как я смотрел, играл ФН. И они недавно тоже тур какой-то там выиграли за 1000 долларов. Неплохие ребята. Вот с этими двумя командами, думаю, будут трудности. Какие сейчас вы играете турниры помимо Старладера? Помимо Старладера еще играем разные квалификации на турниры. Типа там Дота Пит и так далее. На днях будем играть в Хитбокс. Там за выход в плей-офф. Также прошли в майн-часть турнира Secret Choice. Вот это такие три турнира, которые сейчас у нас в приоритете. Я думаю, многим будет это интересно услышать. Поэтому расскажи нам о том, как ты познакомился с Хаконом и Валиком. С Хаконом я познакомился, когда PSM собирал свой новый состав. Вот тогда они позвали меня и позвали Женю Хакона. Вот. И там мы уже с ним познакомились. Потом PSM забрали в Na'Vi, а мы с Хаконом продолжили свой путь вместе. А сколько ты, в принципе, играешь в Доту? Именно если брать компетти в Доту, то, наверное, около полтора года где-то. А вообще в саму Доту, ну, года четыре точно. Как к твоему увлечению относятся твои родные и девушка? Ну, родные относятся. Для них приоритет, конечно же, учеба. Хотя вот сейчас, когда нам начали платить нормальную зарплату, нормальные условия у меня появились, чтобы самого себя забеспечивать. Мне сказали, можешь делать, что хочешь, если тебе это нравится. Можешь снимать себе квартиру, вот сам жить, все. Сам себе занимайся своими делами. По сути, типа, им все равно, как бы. Если меня все устраивает, то все нормально. Они меня поддержат в любом случае. Это насчет близких. А девушка вообще сто процентов, думай руками, за. Играй ей, развивайся, тащи, быть лучшим. Был ли у вас какой-то LAN-опыт и собираетесь ли вы его повышать в ближайшем будущем? Именно как команда у нас еще не было никакого LAN-выезда. А так, каждый игрок из нас занимает первое место у себя там в области, да, на LAN-ах. Мы с Кэптоном Лавом, я думаю, в Украине еще не проиграли вроде никому с нашим составом талановским. Там, где на LAN-про команды участвует. Здесь еще у нас Валик топ-1 Казахстан. Он там вообще на всех туриках тащит. Ну и Хакон Сапати. Это вообще ребята уже были на многих LAN-ах с многими командами. И, ну, причем на топовых LAN-ах. Так что у них опыта-то очень много. А как команда, планируем поехать в Россию. Там будет у Прайс Чемпион Кап. Если у нас все получится, то с радостью бы поехали бы туда. Конкретно по поводу результатов вашей команды. Вы сейчас обладаете какими-то титулами? Титулы, титулы. Да, титулов особо никаких нет. Состав-то довольно молодой. Тем более, ну, под этим новым тегом мы тоже играем. Месяц, наверное, только прошел. Так что такого еще ничего не выигрывали из таких турниров. Проходили там везде на разные квалификации. Играли на разных топовых турнирах. Но чтобы занимать призовые места, еще такого не было. Но надеемся, что скоро будет. Работаем над этим. Как вы оцениваете свои шансы против топовых команд в случае прохода в Star Series в этом сезоне? Ну, если попадаем в Star Series, то, естественно, главная цель нас будет на этот сезон в Star Series, чтобы не вылететь из нее и остаться еще на один сезон. А там уже будет видно. Там уже, я думаю, мы понаберемся опыта и будем давать хороший бой. Показывать хорошую доту. Вы прошли в плей-офф без каких-либо проблем. Два раунда группового этапа. И вот скажи, вы довольны вообще своим результатом? Или же все-таки были для вас какие-то проблемы в плане проведения? Ну, на самом деле не то, чтобы довольны. Потому что вот эта система проведения B2, ну, мне лично вообще не нравится. Получается, ты идешь играть против какой-то команды, которые ты видишь впервые. Игроков ты там тоже видишь впервые. То есть ты вообще не знаешь, с чем они играют. Они берут какую-то стратегию через ускоря, там выиграют тебя. Потом ты такой понял уже, что к чему. Заходишь, тоже выиграешь их. И получается у тебя 1-1. То есть ничья. Хотя, если было бы B3, то ты бы просто катал бы еще одну там вообще на изи, типа, и выиграл бы. А так получается ничья. Ну, и обидно, когда ты выходишь с ничьями. Хотелось бы с чистыми победами выходить без поражений вообще, либо ничьих. А вот у вас был какой-то опыт тренировок против топовых команд из Европы или СНГ? Конечно. Команды, против которых мы тренировались, которыми реально можно гордиться. Это там OG, например. Те же самые. Когда-то они еще были Monkey Business. Тогда мы с ними тренировались. Там Virtus.pro, Na'Vi. Вот с такими командами, да. Тренируемся не то чтобы часто, но бывает моментами, когда они там свободны, когда ищут себе противников вроде нас, чтобы там что-то потестить, то мы часто залетаем к ним на КВшки. Как часто вы вообще тренируетесь? Тренируемся каждый день по 4-5 часов, когда получается. Это когда нету турниров. А до турниров играем там 2 или 1 КВшку, как получается. Ну и после турнира уже ничего не играем. Это уже не то. Ничего не хочется играть. В начале интервью ты упомянул про сессию. Вот скажи, если летом перед вами станет выбор поехать на LAN или сдавать, что вы будете выбирать в таком случае? Да я думаю, если будет стоять вопрос либо сессия, либо LAN, то, конечно, что все выберут LAN. На это сессия кому нужна. То есть ты на 100% уверен, что все будут выбирать именно LAN? Да, да. Ну в приоритете по-любому будет стоять LAN и Dota 2, а не универ, учеба, это все. Потому что потом можно будет это все пересдать и так далее, а LAN ты уже не пересдашь. Ну что ж, на этом у меня заканчиваются вопросы. Спасибо тебе, что уделил нам минутку внимания и ответил на них. Может быть ты желаешь кому-то передать приветы или пожелания? Да, приветы всем друзьям, всем ребятам, которые следят за нашей командой, за Revival Gaming. Поддерживайте нас, будем стараться, будем тащить. Дай бог, вот. Привет всем близким. Ну что ж, друзья, на этом наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, на которые вы можете подписаться и получать информацию о всех дивизионах. Также вы можете посетить группу Команду Revival, если вам интересна ее деятельность. Ну и, конечно же, моя группа, где вы можете найти всю информацию по стримам. На этом я с вами прощаюсь. Для вас интервью брал я, JustField. Следите за новостями про серии. Всем удачи. Пока-пока.